20 часов в Самаре в студии Георгия Фёдоров о главных событиях в регионе в начале этого информационного часа. И вот о чём расскажем. Теперь не по квадратным метрам, а исходя из количества проживающих. С 1 сентября Самарская область переходит на новую систему оплаты вывоза мусора. Однако для многодетных будут особые условия. Особняк Шахабаловых Субботинах, 129-й квартал в центре города и другие объекты культурного наследия получат новую жизнь. Как изменится облик исторической Самары в ближайшие несколько лет, мы узнали. Песенные танцевальные традиции тюркских народов и атмосфера всеобщего сплочения в Самаре прошёл Сабантуй. А праздники, который на этот раз имел ещё и важную гуманитарную миссию, совсем скоро. В Самарской области меняется система расчёта платы за вывоз мусора. Теперь сумма будет зависеть от количества жильцов, а не площади, как было раньше. Глава региона заверил, что многодетным семьям окажут поддержку. С подробностями Юлия Клёнова. Квадратные метры больше не в счёт. Оплата теперь будет начисляться по количеству жильцов. Одинокие смогут сэкономить, но многодетных семьях изменения отразиться не должны. О новой системе оплаты за обращение с твёрдыми коммунальными отходами объявил глава региона на оперативном совещании. Я поручаю департаменту ценового и тарифного регулирования Самарской области разработать нормативные правила акта, которые устанавливают оплату услуги по обращению с ТКО на территории городских округов Самарской области в индивидуальных живых домах на одного человека. Министерство социальной, демографической и семейной политики проработать вопрос о представлении дополнительных мер поддержки многодетным семьям по оплате услуги по обращению с ТКО. Платёжки с новыми расценками жители увидят уже 1 сентября. И вот, что об этом говорят на улицах Самары. Это верная инициатива. Ну, потому что на 500 квадратных метрах может жить один человек, правильно? Он же не на мусоре, это как 10, поэтому хорошая инициатива. У меня просто маленькая площадь, она живёт трое, поэтому как-то для меня, наверное, и так, и так будет одинаково. Положительно, если больше людей, больше мусора, это логично. Обращение с ТКО теперь полностью переходит в ведение Министерства природных ресурсов. Вячеслав Федорищев также объявил конкурс на должность руководителя этого ведомства. Встреча была посвящена не только мусорной реформе. На оперативном совещании обсуждались и другие насущные вопросы. Среди них оборудование официальных мест для купания. По статистике МЧС, с начала года в области уже утонули 18 человек. Чаще всего трагедии происходят на необорудованных пляжах. Глава региона поручил в течение двух дней направить ему лично и в регуправление МЧС письма с объективным количеством мест, где купаются жители. Вы подаете все пляжи и моментально начинаете их приводить в соответствие. Это вот в этой простой цепочке, я вам сразу говорю, что не будет здесь никакой поблажки. Вот не дай бог, на тех объектах, которые вы не подадите, будет хоть одна травмоопасная ситуация, отвечать будете головой. Вячеслав Федорищев поручил профильным ведомствам совместно с Фондом защитники Отечества разобраться с выделением земельных участков ветеранам СВО. Это одна из важнейших задач, поставленных президентом России, подчеркнув в Рио губернатора. Где вы, коллеги главы, видите, что со стороны министерств конкретных недостаточно организованную работу, приходите к вашей встрече на начальство. Придите к зампредам, замгубернаторам, приходите ко мне и говорите, Вячеслав Андреевич, у нас беда. У нас поручение президента важнейшее. Нам нужно ребят обеспечивать земельными участками, а мы этого не можем сделать. Нет нормативки первого, второго, третьего. Выделение земельных участков ветеранам боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, это наша святая обязанность ребят и их семьи обеспечивать всем, всем самым необходимым. В реальном времени на совещании разбирались жалобы жителей. Напомним, в регионе заработали пункты приема обращений в адрес главы региона. Все вопросы органы власти будут фиксировать и отрабатывать. Юлия Клёнова, Татьяна Пудова, Андрей Авдеев, телеканал «Губерния». С сегодняшнего дня жители губерний могут оставлять свои обращения главе региона. Все жалобы, как ранее заявил Вячеслав Федорищев, будут обязательно отрабатываться органами власти. Отписки недопустимы. Во многих городах и районах области функцию сбора обращений взяли на себя общественные, приемные и многофункциональные центры. Так, в Самаре обращения принимаются ежедневно с 9 до 18 часов по адресам, которые сейчас на экране. Пункты приема обращений граждан к главе региона также действуют в Тольятти, Сызране, Кенеле и других городах и райцентрах области. Их адреса и телефоны можно уточнить на официальных сайтах муниципалитетов. И сейчас о проблеме, которая буквально не давала спокойно жить новосемейкинцам. Люди боялись за свою безопасность. Они регулярно слышали звуки стрельбы. А иногда, по их словам, пули попадали в заборы и даже автомобили. Все дело в полигоне неподалеку от поселка. Как решилось это противостояние между любителями пострелять и приверженцами мирной жизни? На чью сторону встала прокуратура? И какие еще темы волнует местных жителей? Расскажут мои коллеги. Жители поселка Новосемейкино регулярно слышали эти звуки стрельбы, открывая окна. Рядом с домами располагается стрелковый клуб. Не радовали людей и пули, найденные на территории своих участков. Более того, попадали они и в заборы, и даже в автомобили. Благодаря взаимодействию с прокуратурой областной в прошлом году и, соответственно, с Департаментом общественной безопасности правительства Самарской области в течение недели мы смогли, соответственно, деятельность данного полигона остановить. В настоящий момент в судебном порядке подтвердена их приостановка их деятельности. До этого люди в течение двух лет в окна, в частные домовладения получали пули. О самых наболевших проблемах новосемейкинца в главе региона докладывает член регионального штаба Народный фронт Екатерина Гудзима и жительница поселка Екатерина Симонян. По их словам, с июля по ноябрь прошлого года в поселке отсутствовало уличное освещение из-за перекладки сетей, но в согласованном с администрацией проекте не предусмотрели работу фонарей. Еще одна проблема – строительство вблизи поселка полигона для размещения и переработки токсичных отходов. Жители серьезно обеспокоены таким соседством и переживают за свое здоровье. К счастью, нам удается в течение года, более чем года, не давать возможности начать захоронение там нефтешлама, переработку его различными действиями. Но очень хотелось бы, чтобы эта деятельность поддерживалась главой поселения и не ставилась, соответственно, была поддержка жителям оказана. Еще один вопрос – неудовлетворительная работа управляющих и строительных компаний в поселке. По словам Екатерины Симонян, местная администрация не спешит решать эти проблемы. Вячеслав Федорищев попросил все фиксировать и направлять правоохранителям. Он добавил, что по его поручению со стороны областного правительства будет проведена служебная проверка. Если факты нарушений подтвердятся, то с нынешним руководителем поселковой администрации расстанутся. Вы очень много сказали того, что уже сделано вами. Спасибо большое, это очень важно. Там просто держим на контроль. Там, где проблема остается, будем решать вместе. Мы с себя ответственность не снимаем и никогда не будем снимать. Вот все, что вы говорите, это не вина главы района. Это наша общая проблема, которую мы еще не устранили. Вячеслав Федорищев предложил Екатерине Гудзима в случае, если будет объявлен конкурс на должность руководителя поселения, поучаствовать в нем. Сергей Сергеев, Татьяна Пудова, Константин Макаревич, телеканал «Губерния». Затянувшееся переселение из аварийного жилья, плачевное состояние инфраструктуры. Вот вопросы, которые волнуют жителей Кенеля. Об этих и других проблемах люди писали на официальной странице Вячеслава Федорищева ВКонтакте. И свою рабочую поездку в городской округ глава региона построил в том числе, исходя из обращений людей. О решениях, которые были приняты уже на месте, материал Татьяны Пудовой. Фонтаны, которые должны были стать украшением при вокзальной площади Кенеля, молчат. Местные жители недоумевают. Пуск наладочной работы проведены еще в октябре. Объект сдан в декабре. Попытки подрядчика отремонтировать фонтаны результата не принесли. Ситуация привлекла внимание в Рио губернатора Самарской области, который лично прибыл на место. Местные жители пожаловались и на то, что ожидать общественный транспорт в этих павильонах невыносимо, особенно летом. Внутри душно, кондиционеров нет. Немного времени, чтобы кондиционер поставить. Но я вам обещаю, вы это обязательно сделаете. Очень скоро. Дороги тоже одна из самых насущных проблем у жителей Кенеля. Вопрос взят на проработку главой региона. Эта новость людей порадовала, как и то, что теперь не придется ездить в Самару, чтобы попасть к детскому стоматологу. В Рио губернатора пообещал, что в городе появится свой специалист, принимающий по медполису, и напомнил о действии программы «Земский доктор». Мы точно ее будем расширять. Расширять так, чтобы во все места, где у нас нет специалистов, самое важное, извините меня, детский стоматолог, самый оттенок. Все сейчас. Мы эту программу обязательно сюда тоже проведем. Долгожданное событие ждет и тех, кто живет в домах, признанных аварийными. К 1 декабря запланировано завершение переселения в новый многоквартирный дом на улице 27-го портсъезда. Среди новоселов будут и дети-сироты. Глава региона проверил, как идет строительство и поручил ускорить процесс. Побывал Вячеслав Федорещев на стройплощадке еще одного дома, где муниципалитет выкупил 20 квартир для переселенцев из аварийного фонда. На момент внезапной инспекции здесь не оказалось ни рабочих, ни представителей подрядчика. Почему проходной двор? Люди его ждут. Это аварийное жилье, переселение. Это нацпроект, который президент объявил. Мы просто сюда зашли. Мы с вами уже 15 минут. Где охрана, где люди? Я знаю меру ответственности застройщика. Знаю меру ответственности заказчика. Знаю меру ответственности главы, который является руководителем и гарантом для людей безопасности, развития, справедливости. Так не пойдет. Итоги рабочей поездки в Кенель Вячеслав Федорищев обсудил с главой городской администрации Александром Прокудином, предложив ему сосредоточиться на устранении болевых точек, работать над улучшением ситуации, а после перейти на новую работу. Татьяна Пудова, Андрей Авдеев, Владимир Терентьев, Телеканал Губерния. Архитектурное и историческое наследие Самары будет сохранено. Городозащитники и все, кто неравнодушен к судьбе старой городской застройки, кажется, вздохнули с облегчением. Принят ряд долгожданных ключевых решений. Впереди много работы по реставрации и восстановлению знаковых для Самары зданий. В одном из них, особняке Шихабаловых, Субутина, побывала представительная делегация. Сергей Павлов расскажет подробнее. Осмотреть объект культурного наследия глава региона Вячеслав Федорищев решил на встречи с общественниками и градозащитниками по вопросам сохранения и развития исторического центра Самары. Именно они выбрали объект, который, по их мнению, требует особого внимания. Особняк, некогда принадлежавший династии Шихабаловых-Суботиных. Этой семье и этому дому, расположенному на улице Алексея Толстого-3, телеканал «Губерния» посвятил документальный цикл «Сага о Шихабаловых». В 1877 году один из крупнейших купцов, Пётр Суботин, объявил через Федеральный СМИ, как сейчас высказали. Конкурс 16 архитекторов со всей страны принимали в нем участие и выиграл. Виктор Шреттер, это крупнейший на тот момент, наверное, мастер, который, по-моему, год по 20 домов по всей стране. Одной светил архитектурную мысль того времени. Руководитель управления госохраной объектов культурного наследия региона Иван Стофеев заметил, чтобы восстановить былую роскошь в пришедшем в упадок здании, потребуется колоссальный объем работы. Помните, я вам сказал, один назад, подберите такой небольшой объект, который мы точно сделаем, может быть, компактный, но... Это возьмем и сделаем. Очень небольшой, компактный объект. Да, объем работы здесь колоссальный. Причем намечены конкретные сроки. Планируется, что уже через три года этот особняк распахнет свои двери для жителей и гостей Самары. Все необходимые документы подписаны. Очень-очень важный объект, который, по сути, несколько столетий олицетворял для многих людей архитектуру. Самая замечательная архитектура – культуру. Здесь будет жизнь. Здесь будет жизнь. Причем мы постараемся сделать так, чтобы она была в короткие сроки. Такой большой объект, серьезный, реставрация, предмет очень сложный, но я думаю, что в течение трех лет мы выйдем на то, чтобы здесь этот замечательный дом, чтобы здесь была жизнь уже через три года для всех наших жителей, для всех наших гостей. В течение месяца будет подписан ряд важных документов, которые позволят постепенно восстанавливать объекты культурного наследия и придавать им новое звучание. Кроме того, глава региона подписал и постановление правительства Самарской области об историческом поселении. В его границы входит и 129-й квартал, куда также отправились градозащитники вместе с рио-губернатора. Отсюда начинается знакомство гостей города со Старой Самарой. Но сейчас эти виды далеки от открыточных. В планах преобразить территорию, а в здешних двориках открыть музей и кофейни в стилистике купеческой Самары. У каждого проекта будет свой персональный куратор. По самым большим тайм, который мы будем в периметре, с самого сложного международного согласования, финансирования, решения технических проблем, будут заниматься лично действованием и разрешить общественные поселения. Этим проектом кураторам против ЕМС кураторам будут личные. Региональная власть поставила охрану того наследия, которое есть в городе, в качестве одного из приоритетов. Звучит сейчас очень жесткая история про необходимость как раз на основе наследия формировать программу развития региона. Без наследия, без уважения к нему, без инвестиций в это наследие нам очень тяжело двигаться дальше. Глава региона заявил, подобные выезды на объекты культурного наследия будут проходить каждые выходные. Это позволит держать на постоянном контроле работу по сохранению исторического облика областной столицы. И еще о сохранении традиции. С большим размахом в парке Гагарина прошел Сабантуй. Красивые обычаи тюркского народа, его песни, танцы и обряды соединились на площадках. В атмосферу праздника погрузилась Екатерина Кузина. Как и любой праздник, Сабантуй начинается ярко и громко. Впрочем, речь не только о музыке и танцах. Здесь каждый нашел для себя развлечение по душе. Традиционно на Сабантуй работают десятки тематических площадок, посвященные спорту, национальной кухне, песне, пляскам. Но не менее важное место занимает быт. С ней, с красотой повседневности, предлагают познакомиться в этой палатке. Конечно же, представлен сундук, вышивка, роспись, это все национальный колорит. Проводим мастер-классы по изготовлению калфак. Как говорят, тюбедейка украшает седину мудреца и голову девушки. На Сабанту и традиции переплетены с реалиями сегодняшнего дня. Несколько площадок посвящены теме специальной военной операции. Одну из них открыли волонтеры из села Подбельск, Пухвизневского района, который изготовили уже более 2,5 километров маскировочных сетей. Свой вклад в помощь бойцам смогли внести все желающие. Не остался в стороне и временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. А женщины всегда волнуются, говорят, нам нужно это делать, а вам это пригодится. И ребята говорят, вот это как раз маскировочные сети, это очень хорошо спасает нас, и они очень нужны. Время очень сложное, и мы как бы все хотели приблизить победу, помочь нашим ребятам, как можем. И мы не можем оставаться в стороне, мы все для фронта, все для победы. О сплоченности говорила и глава региона, обращаясь к гостям праздника. И Сабантуй – прекрасный повод собраться всем вместе, с семьями и друзьями. Кроме того, праздник позволяет сохранять и передавать традиции. Сабантуй, Сабан-бук, туй-свадьба. Я хотел бы пожелать всем нам, чтобы у нас было как можно больше свадеб, было как можно больше детей в наших семьях, чтобы те большие и великие цели, которые ставит наш президент Владимир Владимирович Путин, мы достигали вместе, одной большой семьей. Единство, сплоченность – это самые важные ориентиры в нашей своей жизни. Не раз, проходя то или иное испытание, мы возвращаемся мыслями в семью, возвращаемся домой. Возвращаемся мыслями к тем великим фундаментальным ценностям, которые нам давали дома. Сабантуй объединил не только семьи, но и регион, целую большую многонациональную страну. В нашем Приморском федеральном округе праздник Сабантуй отмечается во всех регионах, как и по всей стране. Отмечая данный праздник, мы показываем свою сплоченность. Сплоченность не только татарского народа, а всех народностей, которых у нас насчитывается более 140. И в наших традициях как раз и есть залог нашей силы, силы нашей Родины, которую мы доказывали и в годы войны, и в годы труда. На этот раз праздник имел важную гуманитарную миссию. От представителей национального сообщества в зону проведения СВО отправили несколько машин с грузом, которого так ждут защитники. Сегодня почти 10 наших руководителей, бизнесменов, ребят отправляют прямо с Сабантуи автомобили, 10 автомобилей на специальную военную операцию, где они будут приближать эту победу, спасать жизни наших ребят. Во время праздника прошла и церемония награждения. Активистов татарских общественных объединений отметили почетным знаком губернатора Самарской области за содействие вооруженным силам Российской Федерации. Благодарностью главы региона, а также наградами от Республики Татарстан. Екатерина Кузина, Андрей Авдеев, телеканал «Губерния». Быть патриотом своей страны, помогать ей в нелегкое время и делать все для победы. В Самарской области продолжают работу мобильные пункты отбора на военную службу. Один из них разместили в парке Гагарина. Там побывала наша съемочная группа. В чем особенности военной службы по контракту? Какие воинские должности существуют? Какое денежное довольствие и льготы полагаются тем, кто отправляется за ленточку? А их семьям? Задать все интересующие вопросы можно в мобильных пунктах отбора на военную службу. Зайти сюда может каждый. Один из таких передвижных пунктов работал в парке Гагарина. За несколько часов сюда зашли и поинтересовались условиями службы порядка 20 человек. А один сразу заключил контракт. Юноша заполнил заявление. Такие пункты работают в каждом муниципальном образовании. Там всегда есть инструкторы отбора. К ним можно обратиться за информацией. Они делятся своими историями и консультируют, как можно вступить в ряды вооруженных сил нашей страны. Такая работа ведется во всех муниципальных образованиях Самарской области. Конечно же, мы освещаем именно те преференции, которые у нас идут от Министерства обороны, от правительства Самарской области. В данном случае мы можем уже с уверенностью говорить, что у нас сейчас выплата при заключении контракта составляет 1 миллион рублей. Каждый желающий здесь также может собрать и разобрать автомат Калашникова. Особенно хорошо это получается у юнормейцев. Это юноши и девушки, которые состоят в военно-патриотическом общественном движении. Они регулярно участвуют в соревнованиях, сборах, конкурсах. Поэтому собрать и разобрать автомат для них задача совсем не сложная. Нужно чтить память наших героев и уважать нашу Родину, и проявлять уважение к патриотизму, и учиться будущему колене, уважать нашу историю. У меня за плечами уже несколько парадов победы, парадов памяти. Это очень важно, особенно в наше время. Пункт отбора на службу по контракту в Самаре работает круглосуточно по адресу улицы Ленинская, 147. Обратиться туда можно и по телефону, который вы сейчас видите на экране. Екатерина Кузина, Андрей Авдеев, телеканал «Губерния». 1 миллион рублей. Такой суммы достигла единовременная выплата военнослужащим по контракту в Самарской области. При этом неважно, в каком именно населенном пункте был заключен контракт. В нее входят и федеральные, и региональные, и муниципальные выплаты. Теперь немного подробнее о цифрах. При заключении контракта положена разовая выплата 195 тысяч рублей. Это помимо ежемесячного денежного довольствия. И о нем сейчас тоже расскажем. Минимальная сумма каждый месяц – 210 тысяч рублей. Зависит от воинского звания, должности и выслуги. Например, заместитель командира взвода получает от 250 тысяч рублей. Командир отделения – от 238. Пулеметчик – от 216 тысяч рублей. Гранатометчик – от 211. Стрелок – от 210. Водитель – от 216 тысяч. Повар – от 211 тысяч рублей в месяц. Важно, что ежемесячные выплаты сохраняются за военнослужащими во время лечения, отпуска или командировки. Теперь еще немного о дополнительных выплатах. От 50 тысяч до 1 миллиона рублей можно получить за уничтожение или захват вооружения или военной техники противника. 8 тысяч рублей ежедневно за участие в активных наступательных действиях. 50 тысяч рублей за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов. Более подробно узнать о правилах приема на военную службу по контракту можно в пункте отбора по адресу Самара, улица Ленинская, 147. Или по номерам телефонов, которые вы видите на своем экране. Десятки тысяч свечей в памяти о героях Великой Отечественной войны зажглись в Самаре на площади Славы. Регион принял участие в акции «Огненные картины войны». Вечером, 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, активисты движения «Волонтеры Победы» вместе с жителями областной столицы выложили из свечей изображение георгиевской ленты, журавлей, а также надпись «Самара помнит». Потому что нужно поддерживать, вспоминать эти моменты, отдаем дань уважения. Я думаю, это очень важно помнить, чтить память об этом. У меня дедушка в возрасте 30 лет был преподавателем, ушел в первых рядах, был мотострелком. Дважды был пленен и воевал до 1946 года еще в войне с Японией. Отсидеться он не мог. Для него это было важно, поэтому и для меня это важно. И он защитил семью, родину. Мы должны это помнить и чтить. И у нас сотни ребят с разных организаций и движений первых, союз молодежи. Мы собрались, чтобы сегодня выложить данные свечи. Акция довольно простая. Мы берем стаканчик, песок, в нее ставим свечку. И каждый желающий может зажечь свечу в памяти погибших. Очень много прохожих, которые просто проходили, присоединялись. И вот сейчас вместе с нами зажигают данные свечи и вспоминают своих родственников. К участникам акции «Огненные картины войны» обратился временно исполняющий обязанности губернатор Самарской области. Вячеслав Федорищев отметил, что этой акции жители Самары отдают дань памяти тем, кто добывал победу в Великой Отечественной войне, которую, по сути, можно считать войной добра со злом. И которую наши героические предки выиграли. Наша с вами святая задача – чтить эту память, быть хотя бы на толику, а на самом деле по-настоящему достойными тех великих людей, которые обеспечили наше с вами общее будущее, будущее нашей страны. Сейчас испытания, которые мы проходим, мы пройдем, я знаю точно, и каждый из нас знает и уверен, исторически мы победим, победа будет за нами, победа будет за каждым из тех ребят, которые сейчас с оружием в руках защищают нашу страну, победа будет за нашей великой страной. 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, над всеми учреждениями региона приспустили флаги в память о погибших. В областной столице по традиции возложили цветы к вечному огню. В день памяти и скорби тревожные страницы истории вспоминали и мои коллеги. Вечный огонь на площади славы не гаснет больше полувека. В память о четверти миллиона куйбышевцев, погибших в сороковые. Еще не все бойцы с почестями преданы земле. А значит, как говорил Суворов, и война не окончена. Те, кто приближают ее финальный рубеж – поисковики среди сотен собравшихся у мемориала. В момент, когда я нашел первого бойца вместе с отрядом поисковым «Сокол», то были невероятные чувства. Я понял всю боль и утрату, которую прочувствовали люди. Но все равно это не то, что чувствовали люди в то время. Свидетели Великой Отечественной единицы. В их числе почетный гражданин губернии Максим Аводенко. Рядом с героем России Игорем Станкевичем вдова другого героя страны Юлия Пономаренко. Ее муж, командир мотострелковой роты, спасая товарищей, погиб на СВО. Первым цветы возложил глава региона Вячеслав Федорищев. Сразу после руководитель области ответил на вопросы ветеранов. Говорили без барьеров. Спрашивали о важном сохранении памяти защитников Родины, тех, кто воюет сегодня и сражался 83 года назад. Низкий им поклон Царству Небесному. И они нам подарили счастливую, прекрасную жизнь на сегодняшний день. То, что мы живем без хлопот, без всяких проблем, кроме, конечно, вот сейчас этой спецоперации СВО, которая проходит. Но мы ее тоже победим и восстановим все, как должно быть. Хотим поставить стелк добровольцам и ветеранам СВО. Огромнейший памятник. И вот поддержка, именно поддержка ребят, которые воюют, ветеранов, поддержка ветеранов. Это достаточно приятная поддержка, действительно, душе приятно. Поддерживают бойцов фонд защитники Отечества и волонтеры, родные и близкие, друзья и земляки. Спецоперация касается каждой российской семьи. Как и Великой Отечественной, когда на фронт из области ушли полмиллиона жителей, а остальные работали в тылу. 22 июня навсегда стало днем памяти и скорби. Сергей Сергеев, Юлия Кленова, Александр Каракулько, телеканал «Губерния». Для школьников региона продолжают проводить уроки мужества. Это возможность для детей пообщаться с героями, узнать, почему они выбрали такой путь – защищать отчизну. Об одной из таких встреч наш следующий сюжет. Детская военная династия, отец сейчас в запасе, звание подполковника. Я уже детям рассказывал, что детство прошло по дальним горизонам на границе. О своей истории самарским школьникам рассказывает герой России Максим Девятов, боец бригады специального назначения. Золотую звезду защитнику Отечества вручил президент Владимир Путин в конце прошлого года. Участвовал в проведении операции по возвращению Крыма в состав России в боевых командировках в дальнем зарубежье, Сирии и других. С 24 февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции. Такие встречи нужны, потому что дети смотрят на живой пример отваги, самоотверженности и патриотизма. Это финал нашей работы за год, потому что в школе ведется очень системная, активная деятельность по патриотическому воспитанию ребят. Но для того, чтобы ребята знали, что есть среди нас герои. Могут спросить самого героя о том, какой путь он прошел. С 1 сентября 2023 года образовательные программы в школах скорректировали таким образом, чтобы главный акцент делался именно на патриотическом воспитании. Как отмечено в указе президента о стратегии национальной безопасности России, именно патриотизм станет препятствием для внутренних и внешних угроз безопасности страны. А потому сейчас важно сформировать у учащихся понимание о месте России в мире, ее исторической роли и территориальной целостности. Екатерина Кузина, Мария Левина, Вячеслав Потоцкий, телеканал «Губерния». По Самарской области пронесся смерч. Такие кадры нам прислали телезрители губернии села Парфеоновка Кенельского района. Сильный вихрь повредил хозяйственные постройки, сорвав с одной из них крышу. Как утверждают местные жители, к счастью, никто не пострадал. Но перепугались очевидцы не на шутку. Синоптики вновь предупреждают жителей региона о сильном ветре. Сегодня вечером его порывы могут достигать 18 метров в секунду. Людей просят быть внимательными и осторожными. Не укрываться и не парковать транспорт под деревьями и шаткими конструкциями. И смотрите далее в нашем эфире. Они уверены, что потеряться не значит пропасть. Самарские поисковики оттачивают навыки на учебно-тренировочных сборах. Участвуют и опытные специалисты, и новички, а еще четверолапые помощники. Неделя творческих поисков, нестандартных решений и смелых экспериментов. В Тольятти завершился театральный фестиваль премьер-репетиции. Какие темы исследуют современные режиссеры? Участники из 12 городов и трехдневный турнир завершились в всероссийские соревнования по спортивной гимнастике. Мы пообщались с теми, чья стихия – брусья, кольца и перекладина. В областном правительстве прошло стратегическое совещание с руководством филиала ОАО «РЖД» – Куйбышевской железной дороги. Его провел в Рио губернатор Вячеслав Федорищев. Речь шла о вопросах перевозки жителей в губернии, доставки грузов и продукции предприятий региона. Важно соблюдать самые главные требования – это безопасность, надежность, стабильность услуги. Поговорим немножко о тарифообразовании. Посмотрим, какие здесь могут быть шаги с тем, чтобы нашим предприятиям и нашим жителям услуга, которая предоставлялась самая качественная, была доступна. Ну и, конечно, поговорим о больших социальных программах. Я знаю, какое большое внимание уделяет компания, чтобы реализовывались социально значимые проекты. Тесное взаимодействие с Самарской областью – это приоритет для компании, отметил в свою очередь начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев. Промышленность Самарской области – это 31% погрузки, ну и, безусловно, 60% пассажиров отправляются со станции Самарской области. Поэтому уверен о том, что мы найдем точки и определим стратегическое направление нашего взаимодействия. Билеты на поезда в Крым и Севастополь сейчас можно вернуть без оплаты дополнительных сборов. Это касается и документов до Дербента и Махачкалы. Напомню, 23 июня ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре Севастополя. Погибли 5 человек, более 150 ранены. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. В тот же день люди погибли в Дагестане. Это результат вооруженных нападений на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Билеты на указанное направление в течение трех дней можно сдать в кассы дальнего следования на сайте или в официальном приложении РЖД. Сумму полностью вернут, даже если покупка была совершена по невозвратному тарифу. С начала этого года в нашей стране официально закреплен статус многодетной семьи. Однако только те, кто оформил его документально, получив соответствующее удостоверение, могут получать все льготы и пособия. Такие как компенсация расходов по оплате коммунальных услуг, бесплатный проезд и питание в школах, льготные условия посещения музеев, театров, спортивных мероприятий. В Сергиевском районе такие удостоверения уже получили 370 семей. Отрадно, что в Самарской области появилась такая возможность, чтобы не таскать с собой кипы документов, предоставил удостоверение. Очень благодарны за такую возможность. Чтобы получить удостоверение многодетной семьи, необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства. При себе заявитель должен иметь паспорта обоих родителей, фотографии 2-3х4, а также свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке, документы, подтверждающие статус приемной либо опекаемой семьи. В случае, если в многодетной семье воспитываются дети старше 18 лет, необходима справка с учебного заведения о том, что ребенок обучается очно. В Самарской области проживает более 24 тысяч многодетных семей. По линии Министерства социально-демографической и семейной политики региона им предоставляется более 20 различных мер соцподдержки. Отличники со всей области получили награду за особые заслуги в учении. С выпускниками, окончившими 11 классов на пятерке, встретился в Рио губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. О тех, кто в совершенстве овладел школьной программой и стремится реализовать свои таланты, наш следующий сюжет. Арина Каюкова с раннего возраста проявляла усидчивость и любознательность. Это и привело ее к выдающимся успехам в учебе. Выпускница Тольяттинского лицея номер 6 – отличница. Получила на едином госэкзамене 100 баллов по русскому языку и математике. Закончила с золотой медалью также музыкальную школу. Она – кандидат в мастера по чирспорту. Планирует поступать в сферу экономики и финансов. В областном правительстве получает свою первую в жизни госнаграду. Особое внимание и тем, кто помогал идти к первой в жизни победе. Почетные грамоты вручили родителям, маме и отцу, участнику специальной военной операции. Вдвойне радостно, что попал на такие мероприятия. Когда дочь золотую медаль получила, тут еще, может быть, и выпускной застану. Ну а потом обратно на службу. Но вот эти мероприятия дополнительных сил вам придали? Конечно, конечно. Силы придают все. И письма, и посылки. Даже буквально небольшое письмо туда, как бы понимая, что тебя сильно любят, тебя сильно ждут. Присутствие отца сделало этот момент еще более значимым и эмоциональным для Арины. В этом году я как раз и поняла, что самое ценное для любого человека – это его семья. Когда у тебя рядом родители, важно вообще всех призываю, кто это увидит, оставаться благодарным. Своим родителям за то, что они воспитывают нас, за то, что они делают нас людьми, за то, что вкладывают в нас все то, что у них есть. Медали выпускникам региона за особые успехи в учении вручает тем, кто отучился на отлично в Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Обращаясь к ребятам, он призвал молодых людей рассмотреть возможность обучения в самарских вузах, известных своим сильным образованием. Вы действительно наша гордость. Мы вами очень гордимся. И самое главное, что мы знаем, что если вы так будете подходить к делу дальше, вы можете свернуть горы, вы можете поменять мир. И, конечно же, будьте настоящими патриотами своей страны. Церемония вручения медалей стала не только признанием достижений этих ребят, но и вдохновляющим призывом к молодым людям региона продолжать стремиться к знаниям и вносить свой вклад в развитие Самарской области. Татьяна Пудова, Владимир Терентьев, телеканал «Губерния». Первоочередные задачи, болевые точки и собственный студенческий опыт. В Рио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами Саварского университета. О вопросах, которые волнуют молодежь и об их взгляде на развитие родного региона в сюжете Екатерина Кузиной. Команда небезразличных людей, которые хотят развивать родной регион. Так своих собеседников студентов Самарского университета назвал глава региона Вячеслав Федорищев. Он отметил, у нас есть ресурсы, бюджет, образовательные программы, но самое главное и бесценное – талантливые люди. Именно с ними важно и нужно быть в диалоге, чтобы заметно улучшить качество жизни в Самарской области. Вот вы, каждый из вас, кто принял для себя решение, будучи талантливым школьником, выпускником, поступить в родной университет. Те, кто приехали к нам в гости, в гости и стали уже нашими жителями Самарской области. Мы те люди, на которых я лично и моя команда хотели бы опираться при принятии тех или иных решений. Мы сейчас готовим большую программу развития региона. Это не бумажка ради бумажки. Мы готовим программу развития. Мы хотим за полтора месяца такой вот вдумчивой работы, реальный план действий для себя обозначить. Цель встречи – услышать идеи студентов и разобраться, что мешает воплотить их сейчас. В числе наиболее интересующих молодежь тем – университетская практика. Ребята попросили в Рио губернатора создать программу, по которой самых инициативных студентов устраивали бы на практику в госорганы. Вячеслав Федорищев пообещал сделать. Как я поняла, будет общий сбор информации о практиках. И потом уже будут распределения, как-то еще в университетах будут договариваться. Но я думаю, будущим, как и первым курсом, который сейчас на второй идут, будет все решаться. Мы общаемся с человеком вживую, и у нас есть возможность какой-то коммуникации узнать человека получше. И все проблемы решаются. Еще один вопрос. Как сделать так, чтобы выпускники оставались в регионе и поступали в наши вузы? Какие программы или дополнительные выплаты для этого нужны? Какие возможные меры, которые можно предпринять в рамках бюджета региона или в перспективе в этой области? Может быть, это поддержка молодых ученых, научных кадров, которые могли бы оставаться в регионе? Я думаю, что они достаточно важны. Это получение обратной связи от подрастающего нового поколения, которое достаточно открыто. Это получение новых идей для правительства, для губернатора Самарской области. Следующую встречу Вячеслав Федорищев предложил студентам провести через месяц. Формулировать за это время новые идеи и предложения. Екатерина Кузина, Александр Дудко, телеканал «Губерния». Мистическое размышление и фэнтези-квест. Соло на скрипке и балет чувств. Моноспектакль и жизнь как драма. В Тольятти завершился театральный фестиваль премьеры одной репетиции. Какие темы исследуют современные режиссеры? Как оживает литературная классика? И есть ли на сцене место эльфам и оркам? Узнала Анна Попова. Неделя творческих поисков, нестандартных решений и смелых экспериментов. Юбилейный 15-й фестиваль премьеры одной репетиции объединил всех, кто любит популярный театр. Так звучит тема фестиваля в этом году. На сцене спектакли «Эскизы» от артистов «Самары и Тольятти». Успокойтесь, успокойтесь. Расскажите мне все по порядку. Ну как можно быстрее. Екатерина, ваш эскиз «Жизнь на распашку» создан по трем рассказам Куприна. Почему выбор пал именно на классику? Куприн, он русский язык использовал как инструмент. Он обожал русский язык именно за то, что можно передать все, что хочешь. В общем, я заразилась этой любовью. Я решила, что это будет выбор, тема выбора. Разные совершенно истории, где будет совершен совершенно разный выбор человеком. Это телеграфист, Алле и чудесный доктор. Пластический спектакль, балет чувств. Что это за жанр? Все чувства, которые у нас есть, внутри именно, да, попробовать их все задействовать во время спектакля. И чтобы такой, скажем, внутренний балет случился, этих самых чувств. Сценария пьесы у нас не было, и мы создавали все вот так вот. Просто вот сюжет шел, 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 шел. И что из этого получилось, собственно. А потом уже выстраивали грамотно. Он вместе с тем тяготился, теми любовными сетями, которыми она его обладала. Ему хотелось не то, чтобы выйти из них, но попробовать. Не мешают ли они его свободе. У Толстого Анна Каренина, а у вас Анна Вронская. Почему? Мне было интересно ее отношение с Вронским. Почему, как они жили вместе, что произошло между ними, какие у них были взаимоотношения. Она же так и не стала Вронской. То есть она так и осталась Карениной. И почему Лев Николаевич бросил ее под поезд, тоже мне было интересно узнать, как бы загадку эту разгадать. Мы вчера залезли к батю на гараж, ну и кое-чего там нашли. Фотографии, вещи всякие, мамины. И видеокассеты. Там мама говорит, что я какой-то особенный, что у меня есть выбор. Еще ключ. Алена, в своем эскизе вы исследуете тему взросления. Каким образом? Дети — это эльфы, а взрослые — это неизбежно превратившиеся в орков эльфы. И вот ребята у нас на пороге взросления, им по 17 лет. И главному герою 17, ему предстоит вот эта история взросления, которая его пугает и тревожит. И он ищет какой-то выход, кем же ему стать. И можно ли не стать таким, как отец. А может быть, и не так уж это и плохо стать таким, как отец. И вот через такие вопросы мы исследуем эту тему. Виктор, в чем особенность фестиваля именно этого года? В последние пять лет наш фестиваль существовал в формате российской режиссерской лаборатории, когда режиссеры со всей страны приезжали к нам и с нашими артистами за неделю делали эскизы. А сейчас мы возвращаемся к формату, в котором наш фестиваль 10 лет существовал до этого. То есть, когда все проекты фестиваля, все эскизы делаются силами нашего театра. Фестиваль премьера одной репетиции, как всегда, удивляет, вдохновляет и, конечно, ставит вопросы, на которые каждый ответит по-своему. Анна Попова, Андрей Алексеев, телеканал «Губерния». Теперь о спорте. Сделали пасмурный день жарким. В Самаре состоялся турнир по пляжному волейболу «Волга, солнце, молодежь». Около 150 участников со всего региона. Все они студенты. Такие соревнования в нашей области проходят впервые. Идею подали молодежные активисты партии «Единая Россия». За баталиями наблюдала Екатерина Лесная. «Волга, солнце, молодежь» – турнир по пляжному волейболу, который в Самарской области проводится впервые. Но несмотря на то, что похолодало, солнца сейчас не видно, жаркая атмосфера все равно создается благодаря этим ребятам. Полторы сотни участников, 25 команд. На волейбольных площадках на красноармейском спуске набережной «Волги» собрались студенты вузов, техникумов и колледжей. Спорт, волейбол – это жизнь, это энергия, это занятие какое-то, это символ жизни, я не знаю. Это просто хорошая игра, которая доставляет хорошее настроение. Поэтому сегодня, несмотря на эту погоду, я пришел играть в волейбол. Ни дождь, ни стек меня не остановит. Играют в формате 4 на 4. В командах и парни, и девушки, которые не уступают молодым людям в быстроте, реакции и сноровке. Играть очень круто. Парни нас уберегают. Парни очень вежливые, они нам помогают. У нас никаких нет сложностей с парнями, потому что у нас все равны в команде. У нас нет разделения на мужское и женское. То есть у нас сыгранность классная с мальчиками. Желающих сыграть в волейбол было много. Команды набрались довольно быстро. Всего за три дня. Идея турнира принадлежит региональному отделению молодой гвардии «Единой России». Оно же выступило и одним из организаторов события. Наряду с областной федерацией волейбола и общественным советом проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия в регионе». Активную поддержку проекту оказали областные Минспорта и Миноборнауки. Ребята активно увлекались футболом, баскетболом. Эти виды спорта очень активно развивались. Но тут мы неожиданно нашли для себя запрос в волейболе. Хотели посмотреть какой-то необычный формат. Придумали совместно с Романом Евгеньевичем Балтером. Вытащить ребят из душных залов, когда летом там не особо комфортно заниматься, на нашу любимую «Матушку реку Волгу». В прошлом году мы уже приняли один этап чемпионата ПФО по пляжному волейболу. И на самом деле молодежь – это наше будущее, которое необходимо развивать. И гораздо лучше, когда в воскресенье ребята играют в волейбол, чем занимаются чем-либо другим. По словам организаторов, соревнованиям был дан мощный старт. А это значит, что такой турнир нужен и востребован среди молодежи. Планируется, что в следующем году география участников будет расширена. А само событие выйдет на уровень Приволжского федерального округа. Екатерина Лесная, Сергей Александров, телеканал «Губерния». Брусья и конь, кольца и перекладина, опорный прыжок и вольные упражнения. В Тольятти завершились всероссийские соревнования по спортивной гимнастике памяти прославленного тренера Евгения Николка. На турнире побывала Анна Попова. Высокий уровень технического мастерства и физической подготовки. Сложные элементы, прыжки и вращения. Спортивная гимнастика, безусловно, один из самых зрелищных видов спорта. Москва и Санкт-Петербург, Саранский Владимир, Ижевск и Уфа. Гимнасты из 12 городов страны приехали в Тольятти на всероссийские соревнования. Участники рассказывают, турниру предшествовала серьезная подготовка. Тренировки проходят каждый день. Летом даже две тренировки в день. Мы оттачиваем элементы. В период подготовки к соревнованиям полностью комбинации проходим. Готовимся. Для меня легче всего делать коня, турник, вольное упражнение, где прыгать тоже надо. А такие снаряды, как кольца, прыжок, брусь для меня очень тяжело даются, потому что там более физика нужна. Соревнования посвящены памяти заслуженного тренера России Евгения Николка. Одного из основателей спортивной гимнастики в Тольятти и на Автовазе. Среди его воспитанников четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов. Для развития и популяризации гимнастики Евгений Николко прилагал максимум сил, знаний и педагогического мастерства. Он очень много уделял внимания своим ученикам не только в плане гимнастики, но и в воспитательном плане. Он был очень классным педагогом. Соревнования памяти Евгения Николка прошли в Тольятти уже в третий раз. На протяжении трех дней спортсмены из разных регионов страны боролись за звание лучшего в нескольких дисциплинах. Соревнования для Тольятти очень значимы и вообще для спортивной гимнастики в целом. Мастерский турнир, священный великому тренеру для города, это престижный уровень соревнований. Многие гимнасты, многие тренера поддерживают этот турнир и стараются попасть на него. Потому что здесь, опять же, проверка своих сил, возможностей и результатов. Самарская область – регион с богатыми гимнастическими традициями. Здесь есть опытные тренеры, талантливые спортсмены и высокие достижения. Загораются и новые звезды. Гимнастика в регионе развивается стремительно. У нас уже есть новые молодые кадры, кто влился в сборную России. Есть такие у нас спортсмены из Самары, из Сызрани, Тольяттинцы уже подходят к этому. В Самарской области уделяют большое внимание поддержке и развитию физкультуры и спорта. Это подтверждают яркие победы наших спортсменов на соревнованиях различного уровня. Анна Попова, Андрей Алексеев, телеканал «Губерния». Команда Самарской области вошла в число победителей соревнований спортивно-туристического лагеря «Туриада-2024». В состязаниях на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях участвовали свыше 700 человек. Это представители регионов Приволжского и Центрального федеральных округов, а также гости из Белоруссии, Кыргызстана и Таджикистана. Напомню, «Туриада» уже в 11-й раз собрала победителей региональных спортивно-туристских слетов, профессиональных тренеров, студентов, экспертов и волонтеров. Лагерь работал на протяжении четырех дней в Хвалынском районе Саратовской области. По сумме результатов в спортивных испытаниях команда нашего региона заняла третье место. Еще одну бронзу самарцы взяли в эстафете на пешеходной дистанции. Первое и второе места соревнований у участников из Марий-Эл и Удмуртии. В торжественной церемонии закрытия лагеря принял участие полпредпрезидент России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, под патронатом которого проводится «Туриада». Это действительно мероприятие проведено на хорошем уровне, востребованное и я уверен, что дальше и будет развиваться. В этом году особенности, соответственно, очередное рекордное количество участников, более 750 человек. Также продолжим международный характер. Из трех дружественных стран наши коллеги, друзья приехали и участвуют. У нас впервые участвуют команды из Центрального федерального округа. И вот с ними пообщались, они сами подошли и попросили, чтобы продолжать эту традицию, потому что они очень заинтересованы и в участии, и в развитии спортивного туризма. В учебно-оздоровительных лагерях Самарского региона в самом разгаре юно-армейская смена. Участники на практике осваивают навыки, которые в течение учебного года изучали на многочисленных теоретических занятиях. Чему и как учат самарских юно-армейцев летом, знает Николай Козлов. Плащ, рукава, чулки, перчатки надеть газ. Вот, молодец, запомнила. Плащ, рукава, чулки, перчатки надеть газ. В летних лагерях региона в самом разгаре юно-армейская смена. Под руководством опытных инструкторов подростки активно осваивают прикладные навыки, которые в наше неспокойное время могут сослужить им добрую службу. Вот сейчас они именно это хорошо и правильно воспринимают. Потому что когда станут взрослые, они немножко будут по-другому это воспринимать. Хотя, казалось бы, более создано. Но сейчас именно появились те навыки, когда им действительно может в жизни пригодиться. Хорошо, чтобы не пригодилось, но пригодиться сможет. Если они сейчас обзадиют, им легче будет потом есть вот то или иное ситуация. Свыше двух сотен школьников из более чем 10 юно-армейских отрядов областного центра занимаются тактикой, изучают особенности военного снаряжения современного война, учатся оказывать первую помощь, ориентироваться на местности и осваивают массу других полезных премудростей. Она остановилась, сказала, держу. Твоя задача бежать, соответственно, тоже так же, метров 15-20. Самое главное, посмотрите, ваш сектор, пулемет, автомат, должен быть таким, чтобы он пересекался с твоим. То бишь, у тебя должен быть вот так вот, соответственно, у тебя то же самое. Понимаете? Перекрестный. Вы должны друг друг перекрывать. Подрастающее поколение обучают профессионалы высочайшего уровня. Это офицеры запаса, которые имеют определенный боевой путь. И сейчас они весь свой боевой путь, свой опыт пытаются, и не пытаются, даже передают детям. Юно-армейская смена длится всего 12 летних дней. За это время дети должны освоить на практических занятиях все те навыки, которые отрабатывали в теории в ходе учебного года. Николай Козлов, Сергей Александров, телеканал «Губерния». К другим темам. Потеряться не значит пропасть. Так говорят в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». В этом году Самарскому областному центру поиска пропавших людей 10 лет. Юбилей отмечают на природе. В рамках проекта «Будь с нами» при поддержке фонда президентских грантов прошли региональные учебно-тренировочные сборы. О тех, кто ищет людей. Материал Сергея Павлова. Горячий поисковый сезон, так в отряде «Лиза Алерт» называют время с начала мая до конца сентября. Люди много времени проводят на природе и порой теряются в лесу. Чтобы оказать первую помощь для новых волонтеров и уже действующих участников отряда проводят масштабные командно-штабные учения. Сначала лес прокрикивает. Если мы уверены, что человек в этом лесу, мы начинаем прочесть. Согласно легенде, мама с ребенком приехали в национальный парк «Мастрюки». Пошли на прогулку, чтобы сделать зарисовки пейзажа, и заблудились. Родственники обратились в полицию и в отряд «Лиза Алерт». Медлить нельзя. Но прежде необходимо скоординировать действия всех волонтеров, среди которых много новичков. Во-первых, я бы хотела научиться работать с компасом, потому что я не имела с ним дела еще ни разу. И хочется, конечно, поучаствовать в настоящем поиске. Учебно-тренировочные сборы — это возможность окунуться в жизнь отряда, понять, как устроена организация самих спасательных работ. Интенсивная практика в полевых условиях, приближенных к реальному поиску, где новички могут задать вопросы, запомнить основные правила и отработать все методики, включая оказание первой медицинской помощи. Опускаем на счет три. Один, два, три. Погода не самая подходящая, дождливая и ветреная. Впрочем, волонтерам работают в таких условиях привычно. Для всех, кто задействован в поисковой машине, главная награда — статус у пропавшего «Найден жив». Если даже не я лично его нашла, то наш отряд нашел. Это уже большая, огромнейшая победа, когда у нас статус «Найден жив». Мы с мужем вместе выезжаем на все поиски, которые есть у нас в городе, в соседские города, в области мы ездили, в Ульяновскую область и так далее. Мы не можем сидеть дома, когда мы знаем, что мы можем как-то помочь. Да, у меня четверо детей, но они все все понимают. Даже старшие дети говорят, что они хотят с нами ездить, но, к сожалению, по возрасту они пока не подходят. К поискам людей подключаются и домашние питомцы. В самарском отряде создано кинологическое направление. Самоэта Ричард только начинает карьеру поисковика. Если где-то в кустах он услышит плач, стон, ну, в основном дети идут на поиск. Учебные сборы проводятся в рамках проекта «Будь с нами», который поддержан фондом президентских грантов. Благодаря ему в арсенале поисковиков появилось много нового оборудования. Мы купили беспилотник с тепловизором, который позволяет нам искать без вести пропавших уже практически в любую погоду, в том числе и ночью. Это сильно сокращает сроки реагирования отряда на поиск без вести пропавших в природной среде и сильно облегчает эту работу, в особенности, если попадают дети. Только за прошлый год в областной поисково-спасательный отряд «Риза-Алерт» поступило более 1100 заявок на поиск пропавших. 740 человек удалось спасти. Сергей Павлов, Сергей Костин, телеканал «Губерния». Прямо сейчас прогноз погоды, а сразу после эфир канала «Губерния» продолжит сериал «Господа, товарищи, оборотень». Во вторник в Самарской области по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Днем плюс 13, плюс 21, ночью плюс 9, плюс 14. Ветер будет дуть северо-западной со скоростью 6-11 метров в секунду. На севере и западе в дневное время плюс 13, плюс 18, на востоке и юге плюс 17, плюс 21. В Самаре облачно с прояснениями днем плюс 16, плюс 18, ночью 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы 747 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 41, 69%. Редактор субтитров А.Семкин